Вы знаете, имена, ну хотя бы некоторых христиан, по разным причинам сохранились даже через тысячелетия. Одним из таких является христианин по имени Аврелий Августин. Он жил еще в IV веке и был служителем церкви города Гиппон на севере Африки. В христианстве он известен как очень хороший проповедник, очень хороший мыслитель и очень хороший писатель. Вот для наших рассуждений хотелось бы напомнить короткую историю обращения этого человека в христианство. Аврелий Августин родился в семье римского чиновника-язычника, но его мать сохранилась в истории даже имя, ее звали Моника. Она была глубоко верующей христианкой. Дело в том, что сам Аврелий Августин далеко не с детских лет стал христианином. Напротив, долгое время он не понимал, не принимал и не разделял убеждений своей мамы. Он пытался сделать себе карьеру и для этого в раннее время он ушел из семьи, переехал в Рим. Сначала в Рим, затем в город Милан, где на то время находилась семья императора. Он служил при доме императора. И после глубокой, как он сам говорит, внутренней борьбы. И в результате проповеди епископа города Милан, Амвросия, Августин стал христианином. Но я думаю, для многих известна история обращения этого человека. Она известна именно с его слов. Он говорил о том, что в один день, дело в том, что где он жил, в доме, где он жил, примыкал небольшой сад. И вот в один из дней, когда он говорит, что волна беспокойства и тревоги охватили его сердце, он искал утешение в этом саду. И вот говорит о том, что это была особенная война, борьба, где он сам себе был противником. И вот вдруг в этом саду ему послышался монотонный, как бы детский голос, доносившийся из ближайшего дома, который снова и снова повторял и говорил, возьми это и читай, возьми это и читай, возьми это и читай. Августин говорит, услышав этот голос, я пытался вспомнить, если, может быть, есть такая детская игра, где дети вот так вот играют и повторяют постоянно эти слова, возьми это и читай, возьми это и читай. А такую детскую игру он не вспомнил. И тогда сам себе он сказал, это не что иное, как голос Божий. Божественный голос, который велит мне открыть книгу Писания и открыть первый отрывок, на который упадет его взор. Он поспешил найти святую книгу, книгу Библии, Новый Завет открыл и в тишине прочел самый первый стих, на который упал его взгляд. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью, распутству, ни ссорам и зависти, но обрекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти. Дело в том, что жизнь самого Августина характеризовалась именно сладострастьем и распутством. Это очень интересно, братья сестры, потому что к вере этого человека привел призыв Святого Писания к святости тела. К вере этого человека привел призыв Писания к святости тела. Таким образом, у христианства 4 века было что сказать языческому миру. Язычников к христианству привлекала святая жизнь последователей этого учения. А что сегодня могут сказать христиане современному язычеству? Что сегодня мы с вами можем и должны сказать этой могущественной языческой Римской империи? И хотелось бы именно об этом с вами порассуждать. А послание к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Послание к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Я думаю, для многих этот текст известен наизусть. Ну вот попробуйте проверить свою память. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. А представьте себе, братья и сестры, что текст говорит именно о теле человека. Первый стих этой главы говорит о теле человека. То есть для Павла было важно отметить именно тело свое. Представьте в жертву не простую, а в жертву святую. Вы знаете, изучая Священное Писание, мы легко заметим, что некоторые понятия сильно-сильно выделяются. Так вот, один из наиболее часто описываемых и наиболее важных понятий как в Ветхом Завете, так и в Новом Заветах является понятие святости. Понятие святости Бога, понятие святости творения и, конечно, понятие святости человека, особенно тела человека. Но для того, о чем мы с вами будем говорить, очень нужно и интересно знать, как данный отрывок, вот эти вот два стиха, они вытекают из контекста всего послания к римлянам. Очень интересная книга, для многих она действительно очень-очень сложная, но все-таки книга, которая заслуживает нашего с вами внимания и пристального-пристального изучения. Я думаю, многие христиане, вот в истории христианства для себя всегда ставили такую цель, выучить эту книгу наизусть. Вы знаете, высокая цель, это большая цель, выучить послание к римлянам наизусть. Может быть, кого-то вдохновит именно этот отрывок к тому, чтобы выучить это послание наизусть. Итак, как данный отрывок из 12 главы послания к римлянам вытекает из контекста всего послания к римлянам? Ну вот первая глава, когда пишет апостол Павел первую эту главу, анализ мышления языческого мира. Хороший знаток был апостол Павел того, о чем и почему думали язычники. Он очень хорошо знал культуру того времени и разбирался в том, как люди думали. Вы знаете, вот так первая глава, это анализ мышления языческого мира. Ключевым в этом анализе звучат следующие слова. Первая глава, 25 стих. Говоря о язычниках, Павел пишет, они, язычники, заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Мышление языческого мира характеризуется тем, что место истины о Боге и место истины Бога занимает ложь и обман. И как результат, Павел говорит, отмечает, что люди служат не Творцу, а люди служат Творению. На протяжении следующих десяти глав апостол раскрывает смысл Евангелия. Первая глава, анализ языческого мышления. Следующие десять глав апостол Павел раскрывает смысл Евангелия. И двенадцатая глава начинается одним из самых любимых слов Павла. Слово «и так» или слово «поэтому». В свете языческого образа мышления мира, в свете действия спасительной благодати Бога, апостол Павел призывает христиан отреагировать. Дайте ответ. Языческое мышление, спасительное действие благодати Бога, братья и сестры, дайте ответ. Он призывает нас с вами дать ответ. Первое. Представьте тела ваши в жертву живую, святую. Или представить свое тело Богу в святости. Для Бога важно тело человека. Для Бога было важно, чтобы тело Иисуса Христа в гробнице не увидело тления, не разложилось. Бог воскресил его из мертвых. Для Бога очень важно тело человека. Второе. Павел говорит «преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть стремитесь думать о Боге правильно. Мы сегодня обратим внимание на первое. Представьте тела ваши в жертву святую. Что можно сказать о мышлении современного человека? Можно ли хоть как-то провести анализ? Я думаю, братья и сестры, для нас это будет сделать очень-очень просто. Дело в том, что есть вот такие вещи, которые нас сильно беспокоят. Вот вещи из того, что происходит в этом мире. Для нас это будет очень знакомо. Я думаю, вы поймете, о чем я хочу сказать. А сегодня место истины Бога, а также занимает ложь. А ложь в том, кем является человек, и ложь в том, для чего живет человек. Так вот, один из аспектов вот этого обмана можно сформулировать в очень простом словосочетании. Один из аспектов или мировоззрения нашего современного общества можно сформулировать очень простым словосочетанием. Соединение противоположностей. Joining of the opposite. Соединение противоположностей. В каком смысле? Можно начать со следующего подхода. Дело в том, что сегодня, говоря о добре и зле, мир утверждает, что это понятие относительное, не абсолютное. То есть понимание добра и зла зависит от вашего мнения. Вы можете думать о добре одном, а я могу думать о другое. То есть понятие добра и зла, это понятие относительное, которые зависят от вашего мнения. Интересно, что на этом не остановилось. И мы с вами легко уже замечаем и видим, как именно вот это вот мировоззрение доходит до того, что сегодня даже такие понятия, как мужчина и женщина, стали относительными понятиями. Мужчина и женщина стали относительными понятиями. Это понятия, которые не исключают друг друга, а считаются просто вариантом вашей фантазии. Мужчина или женщина – это то, что вы думаете о себе. Далее, на протяжении тысячелетий основа не только библейского брака, но основой светского брака всегда было влечение к лицу противоположного пола. Основой даже светского брака всегда было влечение к лицу противоположного пола. Мы наблюдаем страшное стремление общества соединить и эти противоположности в простое предпочтение представителей своего пола. Соединение противоположностей. Joining of the opposites. Мы замечаем, что это уже приходят всякие границы. Мы замечаем, что это уже переходят всякие границы, которые только возможно было себе представить. И даже больше. Вы можете себе представить, что сегодня ключевым методом исцеления сознания человека становится соединение противоположностей. Смотрят сегодня люди на мир, на то, что люди думают об этом мире и говорят, что общество нуждается в исцелении. Как исцелить общество, как исцелить сознание общества? Зрелым сегодня считается человек, который мог заглушить в себе все внутренние противоречия. Человек, который смог заглушить в себе все внутренние противоречия, сегодня будет считаться зрелым человеком. Утверждается, что такое соединение противоположностей приносит исцеление и дает свободу не только индивидуально человеку, но и обществу. Братья и сестры, сегодня зло стало другом человека. Зло сегодня стало другом человека, ведь человек стремится, очень быстро стремится встретить свое новое, как люди говорят, истинное «я». Соединение противоположностей, как путь к самореализации. Наш мир становится все более похожим на древнюю римскую империю. Ценей для нас с вами становятся слова Святого Писания. Представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Дело в том, что когда Писание говорит о служении Богу, это не просто текст о личном благочестии или о том, что мы сейчас с вами делаем во время утреннего служения. Это то, что мы можем и должны предложить новой, могущественной, нечестивой языческой империи, а именно Царство Бога в форме освященной жизни. Царство Бога в форме освященной жизни. Это действительно грандиозное видение великого мудрого апостола. Грандиозное видение апостола, в основе которого лежит призыв посвятить свое тело в святой жизни Богу. Это свидетельство перед Царством этого мира. Это свидетельство о грядущем, преобразованном Царстве абсолютной святости, где Христос, а не Кесарь, является Господом. Почему именно понятие святости противопоставляется языческому мировоззрению, особенно мировоззрению соединения противоположностей? Как мы с вами заметим из наших рассуждений, это будет самый правильный ответ вот этому мировоззрению. Но здесь хотелось бы отметить, что самым важным элементом многих мировых религий является именно соединение. Соединение противоположностей. Как пример можно взять индуизм. Вы знаете, что целью всего индуизма считается то, что когда-то человек и природа сольются в одно. То есть соединение противоположностей – это основа очень многих мировых религий. То есть язычество не исчезло. Язычество не исчезло, и больше того наше общество преобразовано благодаря влиянию язычества. Давайте посмотрим на понятие святости в Священном Писании. В греческом языке, в язык, на котором были написаны книги Нового Завета, а прилагательное «святое» происходит от слова, которое обозначает предмет поклонения или предмет благоговения. Допустим, так относились к храму. Но вот храм не был таким местом, куда мог заходить человек в любое удобное для него время. Храм не был таким местом, куда мог заходить любой человек. То есть место, недоступное для простого человека, святое место, объект поклонения, предмет благоговения. Или вещи вот в этом храме, выделенные для особой, уникальной цели. А в еврейском языке, это уже язык книг Ветхого Завета, слово «святое» происходит от глагола, который обозначает следующее – «отделять». «Освятить» значит «отделить» или «разделить». Допустим, земля святая. Когда-то Моисей пас овец, и вот там в пустыне он увидел куст, который горел огнем, но куст не сгорал. Он подошел к этому кусту и услышал голос Бога. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Отделенное место. Не такое место, как все, как другая земля вокруг тебя. Или день святой. Благословил Бог седьмой день и осветил его». Написано в русском переводе. Вот если бы мы с вами читали священное писание на языке оригинала, на еврейском языке, мы бы прочитали. «И благословил Бог седьмой день и отделил его». То есть «освятить» значит «отделить», не такой, другой, не такой, как все остальное. Таким образом освятить значит «отделить». В случае с храмом, с сосудами, с человеком предназначить для Бога, как нечто исключительное, предлежащее ему. Таким образом освященное становится совершенно иным, не таким, другим, специально отделенным. Святой значит не такой, другой, не такой день, не такое место, не такое здание. Если самым важным элементом многих мировых религий является соединение, соединение противоположностей, самым важным элементом библейской истины, как мы с вами замечаем, является разделение. Языческое мировоззрение – соединение, библейское мировоззрение – разделение. Мир говорит «соединяй». Это отправная точка для суждений. Все считается хорошим, включая добродетели, порог, правильное и неправильное, красота и безобразие. Все является хорошим. Отправная точка христианского мировоззрения – разделяй. Помни, понимай, вещи не путаются. Все имеет свое особое место, предназначенное Богом место. Поэтому нашим с вами осмысленным ответом на языческое мировоззрение будет утверждение божественного порядка. Утверждение божественного порядка, где вещи не путаются, но они подходят друг к другу и дополняют друг друга. Такое понимание мира неизменно развивается из природы Бога. Еще одна фраза, которую хотелось бы отметить. Я думаю, фраза, которая помогает отвечать на многие-многие вопросы. Определение Бога определяет все остальное. The definition of God defines everything else. Определение Бога определяет все остальное. Если определение Бога определяет все остальное, что же самое главное можно узнать о Боге из Библии? А есть ключевой текст Священного Писания о Боге. Он записан в книге пророка Исаия, в 6 главе. В этой главе записано видение пророка. Видение, в котором ему открылся двор небесного храма. Он увидел престол Бога и небесных жителей вокруг престола Бога. Интересно будет отметить, о чем говорили серафимы в присутствии Бога. Книга пророка Исаия, 6 глава, 3 стих. И взывали серафимы друг к другу и говорили, свят, 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 Господь Саваоф. Дело в том, что в самой высшей степени к Богу применяется только одно качество в Библии. Свят, 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 Господь Саваоф. Обратите внимание, и написано любовь, 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 Господь Саваоф. Милость, 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 Господь Совов, или суд, суд, суд Господь Совов. Написано «Свят, свят, свят Господь Совов». По отношению к Богу понятие святости имеет следующее значение. Уникально отличающийся от всего творения. Что значит Святой Бог? А Святой Бог – это значит то, что Он уникально отличается от всего творения. Отличается с двух точек зрения. Первое – Бог существует сам по себе. Бог существует сам по себе. Основное различие между Богом и остальным творением именно в этом. Все остальное творение в своем существовании зависит от силы Бога. Только Бог ни от чего не зависит. Писание говорит, что мы с вами им живем, движемся и существуем. Бог никогда не нуждался в вас. Бог никогда не нуждался во мне. Зато я каждый момент своей жизни нуждаюсь в нем. Бог как творец всего существующего. И это означает, что с нашего первого вздоха мы с вами зависим от Него. То, что Бог сотворил, Он и поддерживает. Это высшая разница между Богом и нами. Бог не зависит ни от чего. Второе, о чем говорит святость Бога. Бог уникально отличается от всего творения нравственной чистотой. Бог отличается уникально от всего творения нравственной чистотой. Но именно поэтому пророк Исаия испытывал трепет в присутствии Бога. Именно поэтому Исаия воскликнул и сказал, горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. Итак, качество святости Бог говорит нам о том, что Бог уникально отличается от своего творения. И это различие между Богом и Его творением будет сохраняться вечно. Различие между Богом и Его творением будет сохраняться вечно. Даже когда Божий народ будет с Ним в вечности, Бог навсегда останется единственным, по-настоящему святым. Мы только будем разделять Его святость. Итак, когда мы говорим, что Бог свят, мы не только утверждаем нравственную чистоту Бога, а мы говорим, что Он совершенно уникален в Своем существовании по отношению ко всему остальному творению. Бог другой, Бог не такой. Бог, который выше нас, отделен от нас, независим от Своего творения. Братья и сестры, именно этим начинается Библия. Уникальное различие между творением и Творцом. Определение Бога определяет все, не так ли? Теперь даже то, что сотворил Бог, отображает Его святость. Когда мы читаем текст о том, как Бог творил, вот эта первая глава книги «Бытие», мы с вами очень легко заметим, что вещи не путаются. Все имеет свое особое место, предназначенное Богом место. Первая глава Писания, где Бог бесформенную материю превращает в упорядоченный и прекрасно функционирующий космос. Вместно будет отметить, братья и сестры, значение слова «космос». Вот в своем изначальном понимании греческий термин «космос» обозначает «порядок». Космос обозначает «порядок». Противоположным по значению слова – это слово «хаос». То есть либо хаос, либо космос. Но мы с вами видим то, что Бог сотворил – это космос. Это не беспорядок. Это не смешение. Это не разбериха. Это порядок. Сотворенной Богом вселенной все занимает свое отличительное, законное место по отношению друг к другу. Бог отделяет день от ночи. Бог создает различные виды растений и животных, где все получает свое назначение. То есть именно так творение отображает святость Бога. Именно так творение отображает святость Бога. Вещи не путаются. Все имеет свое место. Определенное, предназначенное Богом место. Даже седьмой день нашей с вами человеческой недели несет на себе признак святости Бога. Каждое воскресенье мы с вами утверждаем, подтверждаем и говорим о том, что Бог свят. Даже наше с вами время говорит о том, что Бог свят. Он сотворил вселенную в течение шести дней, после которых он почил от всех дел своих. Космос – это великий порядок Бога. И, конечно, как венец этого святого порядка – человек. Человек, который также занимает свое особенное место. Вселенная – ее хозяин, человек. Об этом нам говорит Библия. Псалом 8, 7 стих. Таким образом, все, что окружает нас с вами, создано для того, чтобы выполнять свое собственное назначение. И высшая точка творческой работы Бога, творческой деятельности Бога – это сотворение человека. Человека, которого Бог наделяет своим образом. Тоже отличительный знак величайшего достоинства. Самое высокое призвание человечества – нести в себе образ и подобие Бога-творца. Братья и сестры, дорогие друзья, Божий творческий разум и забота вписаны в самой глубине души человека. В самой глубине души человека, как замечательны слова Библии – «Вся земля полна славы Его». Вся земля полна славы Его. Скорее всего, обращали внимание на разнообразие звуков, цветов и форм. Очень трудно себе представить, что такое слух и зрение человека. Во внутреннем ухе человека находится орган под названием орган корти или кортиев орган. Этот орган, который состоит из 15 до 20 тысяч маленьких волосков, каждый из которых посылает вибрации в мозг, которые обеспечивают слух. Наше с вами ухо снабжено микрофоном, который изменяет механические колебания в электрические. Знаете ли вы о том, что возможность видеть, читать, различать цвета дает нам не весь глаз, не вся сетчатка глаза, но маленький орган под названием макула или желтое пятно. Именно здесь очень плотно находится то, что гарантирует нам четкое, ясное цветное восприятие окружающего мира. Огромное разнообразие звуков, форм мы с вами способны воспринимать в гармонии. Бог дает человеку возможность воспринимать гармонию творения. Бог дает человеку возможность воспринимать гармонию творения, и это удивительно. Библейский взгляд на Бога свят. Библейский взгляд на Вселенную свято. Библейский взгляд на человека, братья и сестры, славою и честью увенчал его. Об этом говорит 8-й Псалом, 6-й стих. «Немного умолил ты человека перед ангелами, славою и честью увенчал его». Я не знаю, если когда-то вам приходилось быть около каких-то памятников древности, очень-очень древних памятников, то, допустим, может быть, какой-то замок. В Америке, наверное, такого нет, но вот, может быть, где-то в Европе, может быть, в истории изучали. Но вот представьте себе, что вы стоите перед замком, от которого остались только какие-то развалины. Вы для себя пытаетесь представить, о, какое величественное здание это было много-много лет назад. Точно так мы должны смотреть на человека. Все, что сегодня мы себя представляем, это развалины, развалины того, что когда-то было. Но было, братья и сестры, и есть. Славою и честью увенчал его. Очень интересно, вот этот вот образ славы и чести человека находит в Скинии или в храме. Вы знаете, вот был такой человек в израильском народе во время богослужения. Его назвали первосвященник. Первосвященник – это представитель человека перед Богом. Интересно отметить, что слава и честь творения находили свое отображение в одежде первосвященника. На мой взгляд, очень интересный библейский стих, который много-много говорит о красоте, о том, что красоту ценить нужно, о том, что красоту ценить важно. Он записан в книге «Исход», 28 глава, 2 стих. Посмотрите, как написано «Сделай священные одежды Аарону, брату твоему, первосвященнику». Одежды для чего? Одежды для славы и благолепия. Слово «благолепие» в русском языке может быть незнакомо для нас, но значение этого слова очень простое – красота. Одежды первосвященнику для славы и красоты. Библия говорит, что ты славою и честью увенчал человека. Это нашло свое отображение в одежде первосвященника, который предстоял перед Богом в красивой одежде. Поэтому Бог ценит красоту, и мы с вами именно поэтому ценим красоту. Итак, святая природа Бога, освященная мирозданием, конечно, это теперь становится основанием для святой жизни творения. Для святой в жизни творения. Дело в том, что, как мы с вами уже отметили, мир, где живет человек – это развалины. Это развалины того, что когда-то было. И человек – это развалины того, что когда-то было. То есть мир сейчас нечестивый, но Бога в этом мире нечестиво могут отражать Его люди. Именно поэтому неоднократно Священное Писание призывает нас к святости. Почему Библия призывает нас к святости? Только ли ради святости? Нет, братья и сестры, определение Бога определяет все остальное. Почему Священное Писание говорит «будьте святы»? Потому что я свят, так говорит Господь. Определение Бога определяет все остальное. Основанием нашей святости в жизни, святости нашего тела является то, что мы верим в Бога, который свят по своей природе. Мы живем в космосе, в творении, которое свято по своей природе. Поэтому и целью тела человека сохранять и нести эту святость. Братья и сестры, кроме этого, неоднократно верующие в Новом Завете называются святыми. Можете себе представить, вот когда-то вы читали, наверное, первое послание к Коринфянам. Мы иногда говорим, что это была очень-очень странная церковь. Однако апостол Павел, когда писал послание к этой церкви, он назвал их святыми. Прежде всего, если сегодня увидите церковь, которая как-то не вписывается в наше понимание, не торопитесь, не торопитесь осуждать этих людей. Членов церкви города Коринф Павел сказал «призванные святые». Новый Завет сегодня нас с вами называет святыми, призванные святыми. Церковь Иисуса Христа называется «святым храмом в Господе». Так Новый Завет говорит о церкви. Другими словами, неоднократно, мы с вами призваны к святости. Текст, который мы прочитали, не является исключением. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. Оказывается, и в Новом Завете еще существуют жертвы. Оказывается, и в Новом Завете все еще существуют жертвы. Но особенность этой жертвы не в том, что это жертва, которую мы приносим, чтобы совершить искупление, как было в Ветхом Завете. Наоборот, братья и сестры, это жертва, которую мы приносим, потому что искупление уже совершено. Жертва, которую призывает нас апостол Павел, это не жертва, чтобы получить искупление, Наоборот, это жертва. Почему? Потому что искупление уже совершено. Интересно, о Христе Павел в послании к Ефесе нам говорит, что Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Братья и сестры, точно так написано к нам. Вот Христос отдал себя как жертву Богу. К нам сегодня звучит этот призыв. Отдайте себя в жертву Богу, в жертву святую. Почему мы сегодня отдаем наше тело в качестве жертвы? Мы отдаем из любви к Иисусу Христу в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Да, Бог не просит сегодня нас приносить скот, сжигать его на жертвенники. Он просит нас отдать себя. Поставить себя живыми на его алтарь. Это намного больше того, чтобы просто выписать чек или просто поучаствовать здесь или там по специальным проектам для церкви. Но это то, к чему призваны верующие. Моя жизнь должна быть отделена и посвящена Богу. Это то, что приемлемо для Него. Это то, что радует Его. Это то, что Ему угодно. Писание говорит нам о том, что в нечестивом мире, мире, который сквернил человек, понятие святости, оно становится огромным-огромным свидетельством. Свидетельство нашей жизни в словах и делах. Нечестие вокруг нас. Нечестие в нас. Люди склонны к козлу. Мир нуждается в надежде и помощи. Мы всегда с вами говорим, что надежда для мира это кто? Это Христос. Вы знаете, вот интересно проследить, как все-таки это просматривается в Священном Писании. Действительно, когда мы читаем об Иисусе Христе, даже бесы, в первую очередь бесы, замечали Его святости. Не так ли? Именно бесы говорили, знаем, кто ты, святый Божий. То есть бесы прекрасно понимали, что это святой человек. А вы знаете, люди прекрасно понимали, что это святой человек. Слушали Его учения и говорили, откуда ты? Ты не такой, как мы. Ты святой. Дело в том, что сегодня святость Иисуса Христа, она живет в нас. Святость Иисуса Христа живет в нас. Благодаря работе Духа Святого мир должен видеть нашу преобразованную жизнь. Того же Господа Иисуса Христа Святого люди видят сегодня в жизни Его Церкви. Важно заметить, что библейское представление святости – это не просто теория, которая должна привести к самоудовлетворению. Я думаю, это большая опасность, когда понятие святости ведет нас к самоудовлетворению. Когда понимание святости мы воспринимаем только с точки зрения нравственности. Допустим, где святость – это быть лучше, чем другие. Ну, мы думаем лучше, чем другие. Мы говорим лучше, чем другие. В конце концов, мы одеваемся лучше, чем другие. Просто этически превосходить других. Быть святее, чем другие. Несомненно, личная святость человека, особенно члена Церкви, должна быть на своем месте. Только Господь ждет от своего народа большего. Вот почему призыв 1 стиха 12 главы в послании к Ирильям сопровождается наставлением «бескорыстная жизнь для другого». Бескорыстная жизнь для другого. Павел говорит, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Участвуйте в нуждах святых. Старайтесь проявить гостеприимство. Благословляйте тех, кто преследует вас. Радуйтесь теми, кто радуется, и плачьте теми, кто плачет. Живите в гармонии друг с другом. Не будьте надменными. Общайтесь с простыми людьми. Никогда не будь мудрым в своих глазах, не воздавая никому за зло. Немножко дальше Павел напишет интересные слова. Что любящий другого исполнил закон. Так в чем же смысл святости? Уйти в себя. Наслаждаться собой, что я лучше, чем другие. Смысл закона. Служить другому. Любящий другого исполнил закон. Таким образом, библейская святость не направлена только внутрь человека. Лучше думать, лучше говорить, лучше одеваться, но направлен навстречу другому. Любить нелюбимых. Заботиться о нуждающихся. Это то, что мир должен увидеть в церкви. Итак, понимание святости – это прославление Бога как Творца. Понимание святости – это забота о нуждах ближнего. Братья и сестры, понимание святости – это крепкие браки. Это любящие семьи. Это любящий муж. Это любящая жена. И все это не просто мы. Это привилегии святой жизни. Это дар Бога для этого мира. Святая библейская жизнь служит признаком приближающегося будущего. Святая жизнь божьих детей, детей, людей, которые знают Бога – это признак неба нового, который грядет скоро. По милости, по благодати Бога. Таким образом, святость – это дар от Бога для нас. Святость – это дар от Бога для нас. Потому что нас уже Писание называет святыми. Мы с вами знаем Бога не только как Творца. Мы знаем с вами Бога как святого Искупителя. Искупитель, который уже изменил нашу с вами жизнь. И который ведет историю человечества к измененному будущему. Святая жизнь церкви – это указание на приближение этого будущего. На самом деле, братья и сестры, грандиозное видение Павла, не так ли? Большая задача для нас с вами, большая привилегия, высокое призвание – называться святыми и быть святыми. Сохранять свое тело в святости. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание. Мне кажется, что иногда слова о служении Богу, допустим, в этом тексте, призыв представить тело в жертву святую для служения вашего, они остаются не всегда для нас с вами как-то близкими. Мы всегда думаем, что служение Богу – это великие люди, это знаменитые люди, это люди, чья жизнь проходит как-то заметно для других. То есть мы с вами думаем, что служим Богу мы тогда, когда в центре внимания других. Обратите внимание, что текст наш говорит о служении Богу, жертва, приятная Богу. Нам очень важно понимать, что наша жизнь всегда проходит в присутствии хотя бы одного зрителя. Наша с вами жизнь всегда проходит в присутствии хотя бы одного зрителя. Можете представить, какое это ободрение? Если вы мать, которая целый день ухаживает за маленькими детьми, меняете дайперы, устираете одежду, вещи, готовите кушать, и ваша жизнь проходит в присутствии хотя бы одного свидетеля, хотя бы одного зрителя. Если вы водитель, и больше часа его времени один за рулем, и ваша жизнь проходит в присутствии хотя бы одного зрителя, если вы моете посуду на работе, и ваша жизнь проходит в присутствии хотя бы одного зрителя, вы можете себе представить, насколько это ценно жить для Бога, насколько это ценно служить Богу? Неужели нам не за что благодарить Бога? Неужели нам не о чем думать? Неужели перед нами невысокие цели? Неужели перед нами неграндиозное видение быть свидетелями этому миру? Свидетелями почему, братья и сестры? Потому что несем в себе святость Господа Иисуса Христа. Давайте мы поблагодарим Бога за это в наших молитвах. Аминь.